владимир чем бы вы занимались в настоящее время если были из молодого поколения вы знаете дорогая джустина я могу ответить на этот вопрос так я не знаю чем я бы занимался все по воле творца происходит и когда я был в молодом возрасте я совершенно не размышлял на эти темы знаете как есть время разбрасывать камни есть время собирать есть время разрывать есть время сшивать есть время войне и с время миру почитайте экклезиаст который соломоновский там все четко ясно и понятно изложено сейчас наверное много где раковых стало больше да раковых больных стало очень много причина в этом в основном конечно еда точнее консерванты которые туда добавляют владимир доброго вечера что если все болезни полевые наш костюмчик сам себя может вылечить безусловно но только для этого костюмчик должен быть здоровый у костюмчика должен быть прекрасный иммунитет как у кошечек или у собачек наши вот защитные процедуры которые с детства производятся над дитями вот они предназначены не для того чтобы кого-то от чего-то защитить для того чтобы сделать из человека заранее инвалида прям с детского возраста как проработать материальные аспекты внутри нас есть две основные относил разделенные на два аспекта один аспект касается материальных взаимодействий материальных аспектов нашей жизнедеятельности а а второе это ментальная ментальная материальная эти две субстанции меняются между собой и обеспечивают баланс поэтому если баланс наружен то у человека начинает страдать либо левая половина тела либо правая половина тела левая половина тела это ментальная правая это материальная Что делать, если в роду есть агрессия? И нужно примерить, как это можно сделать А что такое агрессия? Агрессия всегда это рабское состояние Потому что Творец не может проявлять агрессию Даже если он кому-то ледоруб в череп втыкает То делает это без агрессии А вот если агрессия есть, это всегда признак рабского сознания Необходимо освобождаться от рабского И позволить себе быть самим собой Для этого нужно перестать лгать Для начала, вообще, полностью И тогда вы достаточно быстро увидите результат Правда вашему уму он не понравится Потому что в этом мире все построено на лжи Если вы начнете говорить правду себе и другим То вы начнете выпиливать себя из социальной системы Поэтому это нужно делать с пониманием ум Если смысл идти куда-нибудь Получать высшее образование Когда такая обстановка в стране Или жить спокойно Позвольте себе быть самим собой Не вовлекайтесь Вы можете разные использовать возможности Например, купить высшее образование Это очень полезно Вы не тратите время на этот бред И на загрузку своего ума И системы операционной Абсолютно ненужной и бесполезной информации Потому что все полезное Что нам в этой жизни пригождается Мы получаем, как правило, с опытом То есть в процессе нашей жизнедеятельности Агрессия, да и печаль Страх быть собой Не будучи им В определенном смысле Да Все основано на страхе Есть две основные Противоположности Это любовь и страх Любовь не та К противоположному полу Или к детям Это любовь к миру Безусловная любовь Вы просто любите и все Этот мир Частью коего вы являетесь По воле великого архитектора Вселенной Как перестать приписывать людям Хорошие качества И переоценивать их Это называется очарование Если вы не очаровываетесь То не происходит с вами И разочарование тоже Воспринимайте мир таким, какой он есть Нехороший и неплохой События происходят Вы являетесь участником этих событий Как и другие Но если вы не сравниваете Другие события и объекты И в том числе людей С собой и с тем, что имеете То вы лишены возможности разочарования А соответственно Вы не будете расстраиваться Если агрессия к недоброжелателям Проявляется воображение А какая разница В воображении она проявляется А что сдерживает Вашу агрессию В реальности Законы Которые написаны Какими-то Менеджерами Которые сами эти законы Не соблюдают Вот Это вас останавливает А если бы не было Никаких наказаний Вы бы наверное Уже вооружились топориком И реализовали бы Все На практике Тело боли И есть результат Воображения ума Можно конечно сказать И так Если хотите Как проработать Свой астрал Дорогой друг У нас есть Астралу проработчица На канале Телеграм У нас есть такая Людочка Она у нас Астралу проработчица Поэтому лучше С вопросами Об астрале Обращаться к ней Вот Я не специалист Ни по астралам Ни по Каким-то другим Вещам Таким вот Я больше Приземленный парень Такой Владимир Раньше были Жесткие эфиры Проукольчики И постреложки А зачем Сибиряк Вот это все делать Все что нужно было Сказать было Уже сказано Сейчас все проявляется Из того что сказано Раньше Задержка на 2-3 года Случилась Если мы сейчас Внимательно с вами Посмотрим Те события Которые происходят Сейчас Все происходит То что раньше Было сказано То есть Европа Готовится Больня К воду Войск На эту территорию Которая Как бы Называется Как бы Отдельным государством Ничего Нового Не происходит Так а чего Собственно Об одном И том же Говорить Один раз Сказали Ну и достаточно Кому надо Тут увидел Кому не надо Ну прошел мимо Живет все дальше Своей жизнью Поэтому Не вижу смысла Говорить об одном И том же Это хайп Называется Что ли Об одном И том же Постоянно Трепаться Попугай Что ли Разговаривать Об одном И том же Дорогие друзья У каждого Человека Есть возможность Исцеления От хронических Заболеваний Неизлечиваемых Современной Медициной Подробную Информацию О записи На консультацию И о результатах Исцеления Пациентов Вы можете Найти в описании К этому видео Благодарю вас За внимание Что делать Если скучно С окружающими Это говорит О том Что Необходимо Сменить Обстановочку И в первую очередь Внутри себя Это называется Смерть при жизни Как у некоторых Авторов написано В том числе У Кастанеды Когда Вы выходите На очередной Уровень Своего Ментального Развития Ваши Предыдущие Взаимосвязи Которые Вы установили И считали Ценностями Носились Ценностями Не является Что ценностью Является Это возможность Быть самим собой Говорить правду Себе И окружающим И каким-то образом Самореализоваться Это единственный способ Самореализоваться Перестать лгать Поэтому начинает становиться Скучно Потому что Они предсказуемы Вам все понятно О чем я говорю А чего туфли А чего лобутены А вот трузеля Кружевные Пойдем купим О чем разговаривать Ну это же Знаете как Страна ОС Я недавно опубликовал Вот этот фильм Страна ОС Все Быдло на быдле Ну если вы Перешагнули Этот этап Естественный этап Развития каждого Индивидуума Это быдлятское состояние Если вы это Перешагнули То соответственно Пора менять И круг общения Лариса пишет Желала смерти Бывшему мужу Вот такая была дура Бывает и такое Это называется месть А месть на чем основана На неоправданных ожиданиях А теперь ровно отношусь Помогает быть счастливым Безусловно А невозможно быть счастливой Пока мы живем В сравнительных формах Это в принципе невозможно Но сам факт того Что вот вы Ларису сейчас взяли И сказали о том Что вот вы Желали смерти Это же не каждая Перешагнет через свою Эгоцентричность И саморефлексию Через гордыню Вот эту Как-то я признаюсь О том Что я такая нехорошая была Говорит о том Что с вами уже Положительные трансформации Очевидным образом Происходят Как избавиться от лени Лень Это Невозможность Определения Собственности Зи Как только вы Определите Для чего вы пришли В этот мир То Пропадет Работа Пропадет Концепция Работа Действие Которое вы делаете То есть творчество Станет частью жизни И с ней пропадет И лень А пока вы не Определились Лень существует Есть же поговорка такая От работы Кони дохнут Поэтому Если вы работаете То есть причина Полениться А если вы Творите Лисотворяете Исполняете Волю Творца О какой лени Может быть речь Как избавиться От постоянного Угрызения совести Генсок спрашивает А вы посмотрите Пожалуйста У меня есть передача По поводу того Что такое Совесть Это угрызение Не того Что вы совестью Считаете Это угрызение Ума Называется Совесть Она никак Угрызена Не может быть Ничем и никем То есть это Противоречия Которые Возникают На фоне Сравнительных Форм Внутри Вашего Ума Вот от чего Надо избавляться Совесть К этому Никакого Отношения Не имеет Совесть Это абсолютно Другое Стоит ли Делать Детокс Организма Если в больнице Витамины Прокололи 99% Витаминок Изготавливаются Из нефтехимии Посредством Синтеза Они Приводят К тому Что сначала Вы чувствуете Некую Бодрость Но потом В конечном Итоге Все это Приводит К очень Нехорошим Последствиям Поэтому Да Безусловно Лучше Не потреблять Этих Говновитаминок Химических Ну а если Уж потребили То Лучше Организм Вычистить От этой Гадости В ближайшем Будущем Появится Передача По поводу Того Что делать Тем Кто По незнанию Или По случайности Сделал Защитные Мероприятия Вот эти Общеизвестные Мероприятия Со втыканием Иголочек В несколько Заходов В телесную Тушку Этот комплекс Появится Через Некоторое Время Это Следующий Комплекс Который Был Объявлен После Того О чем Мы Разговариваем Сегодня А сегодня Мы Говорим О Борелиозе Или Болезни Лайма Как Перестать Жить Прошлым Киллиан Спрашивает Очень Просто Понять Что Прошлое Мертво В нем Нет Абсолютно Никакого Смысла Люди Как правило Живут Прошлом Потому что Недовольны Настоящим И беспокоятся О будущем Поэтому Они обращают Свой взор В прошлое Где Находят Некую Отраду Относительно Того Как Было Хорошо В прошлом Но Это Никоим Образом Не Меняет Их Текущее Состояние Неудовлетворение Собой Происходящими Событиями В жизни И Никак Не удовлетворяет Их Страхов Не освобождает От страхов Относительно Будущего Поэтому Необходимо Переосмыслить Своё Существование В этом Пространстве Которое Мы с вами Называем Жизнью По сути Мы с вами Находимся В симуляции Это цифровая Симуляция В которой Мы себя Ощущаем Живыми Для Это Не Быстрая Задача Но Приступить К осуществлению Этой Задачи Необходимо Со своего Ментального Развития Почитайте Для начала Некую Литературу Достаточно Известную Это И Вадим Зеланд Это И Карлос Кастанеда Это И Соломон Это Марк Аврелий Римский Император Лао Цзи Уолш Нил Доланд И Многие Другие Авторы Чипы Никуда Не Денутся А вот Сопутствующая Дрянь Которая Была Введена В Организм Да Она Будет Удалена Из Организма Есть Еще Некоторые Элементы Которые Разрушают Действия Нанообъектов Разрушают Их Структуру Это Исследование Сделано Это Серьезные Исследования Которые Опубликованы Это Прием Очень Мощных И Определенных Антиоксидантов Которые Окисляют Эти Конструкции И Они Теряют Свой Функционал Дорогой Друг Те Кто Менеджеры Территории У них Действительно План Массовый Нет Им То Что Спустили Сверху Массовую Утилизацию Так И Будет То есть Утилизироваться Должны Все Неспособные Все Способные Реструктуризированы То есть Из них Нужно Будет Сделать Специальных Роботов Можешь Копать Иди Копай Игра На музыкальных Инструментах Твоя Никому Тут Не нужна Что Полезного Это в том Что ты Там Артист Цирка Или балета Это больше Никому Не нужно Иди Копай То что Роботы Сделать Не могут Все остальные В утиль И некоторое Количество Обслужившего Персонала Все это Было Сказано Сказано Ранее Сейчас Мы С вами Видим И Думаю Что есть Смысл В ближайшем Будущем Сделать Передачу Сейчас Пришло Очевидное Яркое И Абсолютное Понимание Зачем В Европу Пустили Огромное Количество Переселенцев Из Стран Африки И Других Стран Из Сирии Из той же Самой Зачем Это было Сделано Теперь Пришло Четкое И ясное Понимание Буду Делать Отдельную Передачу По этому Поводу Но Скорее Всего Она Будет Не На Ютубе Потому Что Наши Дорогие Гугла Друзья Это По сути Одна И та же Корпорация Которая Дает Нам Возможность Разговаривать Здесь Друг с Другом Но Которая Является Причиной Всего Происходящего Как Эго Выгнать Подальше Приходит Иногда Оно Никуда Не Девается Вы Можете Повесить Свой Пиджак Со Своим Эго В Ящичек И Одевать Его По Необходимости Потому Что При Взаимодействии С социальными Системами Вам Это Понадобится Как Маскировка Есть Такое Понятие Сталкинг Оно Прописано У многих В том Числе У Кастанеды Поэтому Если Вы Окончательно Распрощаетесь Со своей Эгоцентричностью Саморефлексией Общество Начнет Вас Отвергать Нужно Иметь Пиджачок Со Своим Эго На Вешалке В Ящичке Одевать По Необходимости Тогда Когда Надо Чтобы Не быть Белой Вороной А то Заклюют Что Делать Если После Смены Питания Не Хочется Спать Не Спать А Посвящать Это Время Полезным Вещам А Что Такого То Обязательно Нужно Спать Что Ли Эдисон Спал Четыре Часа Все Не Пердел Не Кашлял Все В Порядке С Нем Был Кто Спит И Три Часа Здравие Тело И Ясности Ума Аз Есть Мсущие Здесь И Сейчас Делаю То Зачем Существую На Экране Информация О Консультациях И Способах Связи Со Мной Более Подробная Информация В Описании К Этому Видео Благодарю За Внимание